На улицах и во дворах Пушкинского громкая музыка, яркие танцевальные номера. Сегодня все для ветеранов. Тех, кто не жалея себя, отдавал все для победы. Дорогие друзья, сегодня с праздником мы поздравляем Карпича Бориса Антоновича и Телушкина Владимира Ивановича. На Московском проспекте в Пушкино поздравляют Бориса Антоновича Карпича. Великую Отечественную он встретил со всем юным, 14-летним мальчишкой. Война закончилась, когда ему исполнилось всего 18. Рядом с ним Владимир Иванович Тёмушкин. Вместе они слушают любимые фронтовые песни, собранные в программу по личным предпочтениям ветеранов. На улице Писаревской в Пушкино с Днём Победы поздравляют Виктора Ефимовича Гаркина. А это уже Красноармейск. Фронтовые песни здесь звучат для ветерана Ивана Ивановича Знахаренко. Он защищал границы нашей родины в Приморском крае. Возле острова Даманский 2 марта 1969 года Китайская Народная Республика устроила вооруженную провокацию против Советского Союза. В результате того столкновения наша страна потеряла 31 советского пограничника. Еще 14 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Наши ребята, воины, проявляли мужество, героизм. Получали награды высокие героев Советского Союза. Я с ними служил, вместе воевал с ними. И мы старались продолжать их боевые традиции. Сейчас Иван Иванович находится на лечении в медсанчасти номер 154 города Красноармейска. Поздравить и вручить ветерану памятные подарки и поздравительные адреса от имени главы округа Максима Красноцветова, от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сюда пришли представители администрации округа, а также выездная гидбригада творческого коллектива городского дома культуры. Праздник получился для всех пациентов медсанчасти. Песня не только жить помогает, но и скорее поправляться, говорит ветеран. Рядом с ним его супруга Римма Сергеевна. 1 июня этого года семья Знахаренко отметит 60-летие совместной жизни. В белоснежных полях под Москвой, я хочу, чтобы услышала ты, как тоскует мой голос. А это уже Ивантеевка. В сквере на улице Рощинская для жителей и гостей города выступают местные музыкальные коллективы. Один из них – дуэт «Катюша», Владимир Бурлаков и Алла Кадышева. Дуэты творческие, семейные, вместе в жизни и на сцене больше 36 лет. В репертуаре – советские эстрадные песни, народные и, конечно, фронтовые. Военные песни, они вместе с нами всю нашу жизнь, потому что мы еще застали тех совсем молодых тогда еще, ну, 80-е годы, когда еще ветераны не были такими уж ветеранами, они были вполне по нынешнему нашему возрасту совсем молодыми людьми. И именно их рассказы и их песни произвели на нас особенное впечатление. Артисты исполнили любимые композиции. В «Землянке» песни фронтового шофера «День Победы». И дети, и взрослые, и те, кто здесь гуляют, они могут услышать вживую такие песни известные и увидеть, как ребята стараются, танцуют. Это прекрасно. Мы хотим вот сейчас поехать дальше на Хлебозаводскую. Мы услышали, быстро-быстро все оделись, побежали на улицу, дети пели, танцевали. На Хлебозаводской жители выходят на концерт вместе с фотографиями своих близких. Надежда Жарова, член правления общероссийской общественной организации, Российский союз ветеранов Афганистана, вышла со снимками своих победителей. Ее супруг Владимир Жаров служил в Афганистане. Его отец Евгений Жаров прошел всю Великую Отечественную, приписав себе три года. Мы попросили нашу администрацию, если по возможности, если есть возможность, чтобы у нас был какой-то концерт. А детей у нас в доме из 160 квартир, вы только задумайтесь, 132 квартиры – это с детьми. Вы понимаете, какая масса детей, но их вывезти в Москву невозможно. А дома мы всегда рады вас видеть, слышать и получить прекрасное настроение и заряд бодрости. Коллективы у округа пели, танцевали и читали стихи для всех собравшихся. Хорошее настроение. Молодцы, что организовали все-таки День Победы, День Победы – это великий праздник. Молодцы, молодцы. Администрации города нужно сказать спасибо за такой прекрасный праздник. Настроение прекрасное. Я узнала из рассылки, соседи поделились афишей, мы пришли с детьми. 9 мая – торжественный, яркий, праздничный. Во дворах и на улицах округа он собрал больших и маленьких, взрослых и пожилых, целые семьи, целые подъезды. Жители Пушкинского вышли на улицы, чтобы разделить друг с другом общее настроение. И делают это, не скрывая эмоций. День Победы, День Победы, День Победы. Победы, День Победы! Ура! Юлия Постриганёва, Сергей Денисов, Владимир Парфёнов, Евгения Фёдорова, Юрий Добрунов, Антон Орловский, Александр Корнеев. Новости Большого округа.